приветик всем меня зовут александра краснобаева в этом видео я вам расскажу как сделать расчеты реглана передней части от подрезов и выше до выреза если вам нужно знать как же сделать расчеты спинки то мы уже этот вопрос разбирали ссылка есть под видео в описании на отдельное видео где я рассказывала конкретно про спинку также если вы хотите узнать как в принципе сделать расчеты на свитер связанный регланом снизу вверх то тоже под видео в описании есть ссылка на отдельный плейлист про вязание этого реглана это видео записано в рамках нашего интенсива вязания реглана снизу вверх со швами давайте начнем будем вместе делать расчеты для того чтобы правильно сделать расчеты на наш вперед вы сначала должны сделать расчеты на спинку как сделать расчеты на спинку посмотрите пожалуйста в моем видео тоже ссылка на него есть под видео в описании и уже после спинки мы делаем расчеты наперёд сейчас вам это все буду рассказывать для начала нам нужно переписать некоторые значения из нашего схематичного изображения выкройки вот сюда вязать мы с вами будем вот эту желтую часть расчеты мы будем делать на желтую часть рукава рассмотрим в другом видео спинку рассмотрим другом видео и обвязку горловины мы тоже пока не трогаем вы можете ее сделать ложной кит левкой можете просто обвязать набрав петельки по краю в принципе можете вообще не делать давайте перепишем некоторые значения и схематичного изображения выкройки сюда первое что нам нужно это глубина нашего выреза по переду у меня на 8 сантиметров обратите внимание как я ее записываю записываю до этой точки не захватывая нашу обвязку второе что нам нужно это длина регланной линии у меня на 25 сантиметров и это по спинке 3 что нам нужно это ширина нашей обвязки так как мы уже сделали расчеты и спинки то я знаю что у меня ширина обвязки 3 сантиметра вы можете взять абсолютно любую какую хотите все будет правильно это выкройка нам уже не нужно и следующее что нам необходимо мы делали с вами расчеты на спинку теперь я должна вспомнить сколько у меня вот эта часть 1 2 моего рукава сверху вот я открыла расчеты спинки и я вижу что эта высота равняется 3,5 переписываю вот эта часть 3,5 готова больше мне ничего не нужно теперь все остальное мы с вами будем высчитывать первое что мы высчитываем это глубина моего выреза до моего переда без обвязки вот эта часть как мы ее считаем я к 8 прибавляю ширину обвязки 3 сантиметра 8 плюс 3 у меня получилось 11 значит 11 сантиметров глубина моего выреза не считая обвязки так как я буду вязать желтую часть то на самом деле вырез у меня будет не 11 сантиметров а чуть чуть меньше вот от этой точки до этой и если мы аккуратненько проведем прямую линию вот так то мы увидим что на самом деле глубина моего выреза будет уже вот этой частью вот такой чтобы ее посчитать мы от общей глубины выреза от 11 отнимем три с половиной сантиметра одно вторую нашего рукава 11 минус три с половиной у меня получается 7,5 значит глубина моего выреза по переду которую я буду вязать 7,5 и последнее что мне нужно это посчитать длину моей рекламной линии по переду вот эта часть для этого мы вспоминаем что мы записывали когда считали спинку записывали наш росток сейчас он нам понадобится я снова открываю расчеты спинки вот мои расчеты спинки и я вижу что росток я выбрала себе три сантиметра как посчитать росток я рассказывала видео про спинку значит я переписываю сюда три сантиметра и теперь я обозначу место которое равняется моему ростку это вот эта часть это разница выреза между передом и спинкой вот здесь вот эта часть это мой росток и он у меня три сантиметра значит чтобы посчитать длину моей рекламной линии по переду вот эту часть я от 25 отнимаю три сантиметра мой росток и отнимаю три сантиметра мою обвязку у меня получилось 19 сантиметров давайте я пишу что это значит три сантиметра это росток и три сантиметра это обвязка в принципе все что нам нужно мы посчитали теперь это все мы должны перевести в петли в ряды и посчитать сколько же ширина моего выреза опять если мы мысленно проведем нашу спинку вот так мысленно доведем эту линию реглана до спинки то мы увидим что ширина выреза по спинке вот эта часть вот это она уже меньше чем ширина выреза по переду как раз таки за счет нашего ростка перед у нас будет шире сверху чем спинка это нормально поэтому мы должны теперь посчитать ширину нашего переда как мы это делаем мы знаем что и там убавок в реглане по спинке и по переду одинаковый сейчас я это запишу ритм убавок по спинке равен ритму убавок по переду что это значит это значит что если мы по спинке делали убавки в каждом втором лицевом ряду то по переду мы будем делать то же самое я по спинке делала убавки в каждом втором лицевом ряду значит здесь я тоже запишу по переду я буду убавлять в каждом втором лицевом ряду убавляю я по 2 петельки в регланной линии одну петлю с одной стороны другую с другой и вот это значение я обведу в квадратик и закрашу желтым цветом потому что она мне нужно если у вас здесь не целое число предположим 1,3 2,7 тогда вы сюда переписываете не целое число переписываете с тем остатком которые у вас есть не обязательно здесь можно писать целое давайте в скобочках это запишу мы сюда в небольшую нашу вот эту выкройку перепишем все значения в петлях и в рядах для того чтобы это сделать мы записываем плотность нашего вязания в высоту то есть наши рядочки в 12 рядах у меня 4 сантиметра чтобы посчитать сколько рядов у меня по реглану по переду и сколько рядов у меня глубина выреза я это все сюда перепишу значит мне нужно узнать сколько у меня регланная линия 19 сантиметров рядов и сколько у меня мой вырез в рядах 7,5 сантиметра как в школе мы считали пропорцию считаем 19 умножаю на 12 делю на 4 у меня получилось 57 здесь советую округлить до четного числа чтобы были лицевой ряд плюс изнаночный я взяла поменьше взяла 56 7,5 умножаю на 12 делю на 4 у меня получилось 22 это означает что 22 рядочка мой вырез и 56 рядов длина моей регланной линии могу это все сюда записать но для начала запишу первое что мне нужно это ширина моего изделия в петлях у меня 72 петельки ширина моего изделия как мы их считали тоже есть ссылка под видео в описании расчеты переда и спинки до подрезов расчеты спинки в реглане все это тоже там есть это значение я просто переписываю также я знаю что мои подрезы по 6 петель как я считала подрезы тоже смотрите тоже смотрите в видео по спинке вот подрезы 4 сантиметра записывала их сюда и они у меня были 6 петель вот значит я сюда переписываю что у меня подрез 6 петель с одной стороны и 6 петель с другой стороны также теперь я могу посчитать посмотреть сколько у меня длина регланной линии и сколько у меня глубина моего выреза в рядах давайте ряды я запишу коричневым цветом значит длина моей регланной линии по переду 56 рядов записываю сюда 56 рядов глубина моего выреза по переду 22 рядочка тоже записываю сюда теперь зная ритм убавок по переду зная эти данные мы можем с вами посчитать ширину своего выреза в петлях сколько же он у меня составляет и вот эту часть ширину которую мы убавляем по реглану вот эти два значения давайте считать у меня всего 56 рядов регланной линии по переду записываю так как я буду делать убавки и делаю убавки в спинке только в лицевых рядах вот у меня тут отмечено в каждом втором лицевом ряду то я 56 делю на 2 чтобы узнать сколько у меня лицевых рядов получилось 28 лицевых рядов в регланной линии по переду теперь 28 я поделю на 2 это вот этот ритм убавок у меня двойка если у вас одна целая девять десятых записывайте 1,9 если 3,7 значит записывайте это сюда у меня получилось 14 вот здесь мы уже округляем до целого числа давайте я это запишу что тут должно быть целое число а если у вас 1,9 то вы так и записываете или например если 3,7 то так сюда и записывайте это число должно быть целое значит 14 петель мы убавим по переду с одной стороны и с другой стороны туда я записываю 14 петель вот эта часть у меня будет 14 петель вот эту двоечку я давайте тоже обведу в рамочку и закрашу желтым чтобы вы понимали что это одно и то же значение а теперь мы можем посчитать ширину нашего выреза от общего количества петель от 72 мы отнимаем петли нашего подреза у меня их два и отнимаем два раза по 14 петель убавок в реглане у меня получилось 32 петельки ширина моего выреза записываю сюда 32 петельки все готово и здесь давайте подпишу что это подрезы а это убавки в реглане что это означает что мы продолжаем делать убавки по переду точно так же как и по спинке в каждом втором лицевом ряду мы с вами убавим с вами убавим 14 петель справа и слева и выйдем на 32 петельки сверху нам еще осталось посчитать глубину вот эту нашего выреза круглого он у меня 22 рядочка как ее посчитать смотрите дальше вот мой круглый вырез у меня 22 ряда он 16 петель я должна убавить с одной стороны 16 другой всего 32 петельки мой вырез мы только что посчитали одну вторую часть выреза я нарисовала вот так я буду делать убавки и в лицевых и в изнаночных рядах у меня всего 22 ряда это 11 пар лицевой ряд плюс изнаночный ряд смотрите если я буду вязать как обычно справа налево вот я вижу 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 дошла я до конца в конце я могу убавить только одну петельку если я убавлю сразу много мне придется ниточку оборвать и подставлять новую значит я могу убавить только одну петельку провязав 2 вместе затем я разворачиваю вязание у меня начинается следующий изнаночный ряд и в изнаночном ряду я могу в начале ряда уже убавить много петель поэтому распределяю свои убавки от большего больше будет снизу к меньшему я распределила так смотрите значит в лицевом ряду в конце я убавляю одну петельку разворачиваясь в изнаночном я вначале убавлю 3 петельки 3 плюс 1 за одну пару лицевой плюс изнаночный ряд я убавила 4 петельки всего мне нужно убавить 16 я сразу проверяю 16 минус 4 значит мне остается убавить 12 дальше в лицевом ряду в конце я убавляю одну в изнаночном начале ряда убавляю 2 2 плюс 1 всего за пару лицевой плюс изнаночный я убавила 3 петельки 12 минус 3 получается 9 петель осталось убавить дальше двигаюсь опять в лицевом в конце убавляю одну в изнаночном одну потом снова в лицевом 1 в изнаночном в одну в лицевом одну в изнаночном одну так я делаю три раза вот 3 ли дочка я убавляю по 2 петельки 9-2 мне осталось убавить 7 петель 7 минус 2 мне осталось убавить 5 петель 5 минус 2 мне осталось убавить 3 петельки как я это делаю рядов у меня гораздо больше значит я буду убавлять одну петлю в начале здесь в конце ничего не убавляю ставлю прочерк потом следующих рядочках 2 я снова ничего не убавляю потом убавлю снова одну петельку за за пару лицевой плюс изнаночный потом снова пропущу это же снова убавлю одну петельку только в изнаночном ряду и последний ряд я пропущу просто провязываю прямо без убавок вот я в шестом убавила одну восьмом и в десятом считаем 3 минус 1 осталось убавить 2 здесь и ничего не убавляю 2 минус 1 осталось убавить одну тут ничего не убавляю и 1 минус 10 все я убавила все 16 петель мой вырез готов для удобства мы с вами еще должны записать план вязания помните мы с вами его записывали для переда и спинки потом мы разделили когда довязали до подрезов на план вязание отдельно для спинки и план вязания отдельно для переда вот спинку мы с вами уже посчитали а теперь осталось дописать до пель для переда значит 4 мой пункт мы точно также впереди оставляем петли для подрезов и такое же количество как и на спинке по 6 петель на подрезы 5 пункт мы начинаем вязать реглан по переду у меня уже ли главная линия чуть короче и количество петель которые нужно убавить чуть меньше сейчас запишем и также параллельно мы продолжаем вязать свой вырез вырез мы тоже вяжем сверху и должны отметить это все плане вязания вот смотрите реглан у меня 56 сантиметров 28 лицевых рядов и мне нужно убавить 14 петель значит сюда я записываю реглан у меня 56 рядов это 28 лицевых рядов и я должна убавить 14 петель на спинке мы убавляли по 17 петель и и спинка у нас 33 лицевых ряда а вырез у меня 22 ряда это 11 лицевых рядов вот мы с вами только что посчитали 22 ряда 11 пар лицевой и изнаночный ряд значит здесь мне нужно будет всего нарисовать 28 клеточек вот 28 клеточек и тут я должна буду отметить сначала отмечаю свой вырез он у меня 11 лицевых рядов так как леточки я рисую только лицевые значит я желтеньким закрашиваю 11 верхних клеточек и тут отмечаю что вырез у меня отмечен желтым это 8 9 10 и 11 все свой вырез я отметила как только я дохожу до желтого цвета я понимаю что мне нужно начать вязать вырез и теперь убавки по регланной линии я буду ставить красненькой точечкой как и здесь убавки у меня в таком же ритме каждый второй лицевой ряд всего мне нужно убавить 14 петель поэтому я рисую каждой 2 клеточки свою точку остановлюсь и посчитаю 3 6 9 10 11 12 13 мне нужно всего 14 значит вот моя последняя убавка все готово я могу вязать вот и все на первый взгляд возможно кажется что сложновато и что-то лишнее и можно упростить но если вы будете делать шаг за шагом то что делала сейчас я то сто процентов у вас все получится и вы разберетесь в этом реглане и полюбите его и будете вязать все изделия регланом снизу вверх со швами если вы хотите разобрать эту тему более подробно его мало этой информации тогда под видео в описании есть ссылка на отдельный большой полутора часовой прямой эфир где я разбирала все 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 эти темы можете тоже зайти посмотреть там я и на вопросы отвечала и комментировала все эти свои действия более подробно в общем дополнительная для вас информация спасибо что вы досмотрели до конца буду рада если вы поставите мне нравится под видео я очень и очень и очень всегда этому рада в целом все удачных вам расчетов приятного вязания всем пока